Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю рассказывать о шаманизме, и сегодня хочу рассказать про главную, ключевую персону в шаманизме – это самого шамана или шаманки. Как я говорила в прошлый раз, рассказывала легенду, шаманы были посланы, первый шаман, божество, он был послан людям, чтобы помогать защищаться от всяких злых сил, от демонов, от духов болезней. И как раз от первых шаманов идут все шаманские рода. Кроме того, что первый шаман передал свой дар, свое умение общаться с богами, можно было еще получить в традиции бурятского шаманизма, можно было получить дар, например, воли богов. Это случалось, когда в человека попадала молния. Если он выживал, он сам становился шаманом. Если он погибал, то его потомки становились шаманами. И это тоже в зависимости от пола. Если это была женщина, то становились потом женщины-шаманки. Если это был мужчина, становился мужчина-шаманом. И такого человека, если он погибал от удара молнии, его хоронили как шамана. То есть все равно он после смерти даже считался шаманом. То есть хоронили его на специальном помосте, на котором всегда тоже это так называемое воздушное захоронение, чтобы тело шамана, оно не касается земли, а делается такой помост, он называется арангас или аранга. И на нем именно идет, на нем захоранивается тело, оставляется тело. Такая же традиция, кстати, есть у северных соседей бурят, у якутов. И вообще есть некоторые, много есть таких похожих элементов в бурятском и в якутском шаманизме. Потому что предки якутов, они долгое время жили вокруг Байкала, и потом предки бурятов пришли на эти земли и потихоньку вытеснили якутов на север. Поэтому вот тоже есть и элементы костюма некоторые есть у бурятского, которые тоже присутствуют в якутском, и вот элементы, схожие в шаманизме, тоже присутствуют. Род шаманский, он считается, чем старше род, тем более сильный шаман, потому что каждый умерший шаман, он считается предком, и он тоже помогает шаману во время камлания и во время его путешествий. Но это не значит, что вот если один раз дали боги дар, то он будет навсегда сохраняться за проступки, как буряты говорят, современные ошибки. То есть нельзя ошибиться. Ошибиться можно слишком много брать денег за услуги или какую-нибудь там таксу устанавливать, или вот быть жадным. То есть шаман, он на самом деле не должен зарабатывать на своем даре, он служитель своего рода. Поэтому если он делает что-то неэтично, а он представитель богов, он тоже не до конца человек, о чем я сейчас позже расскажу, поэтому он не имеет права показывать самые такие плохие черты человеческого характера. И поэтому если получаются какие-то ошибки шаман совершает, то род прерывается. То есть шамана боги убивают каким-то образом, или вот он просто погибает. Бывают даже случаи вот недавно, что шаман, но он не совсем был шаманом, скорее. Хотя на самом деле я думаю, что он был шаманом, просто он говорил, что он брызгал, но потом он сделал, как мне говорили люди, слишком много водки брал от людей, и он застрелился. Вот считается, что боги его наказали, отняв у него таким образом жизнь. Если получается, что ошибка не очень большая, то шаман может покалечиться, и тогда тоже дар у него забирается. Потому что, как я говорила в прошлой лекции, шаман – это должен быть целиком здоровый человек. То есть концепция вот этого безумия, что шаман безумен, она была довольно-таки распространена в научной среде, изучающей шаманизм. Где-то в 30-е годы 20-го века она связывалась с арктическим безумием, с такой болезнью, нехваткой. Вот она связана с нехваткой солнца, витамина D. И кроме людей, кстати, собаки тоже болеют арктическим безумием. И считалось, что как раз шаманизм, он зародился, одни из концепций говорили о том, что шаманизм был связан с арктическим безумием. Но это, конечно, неправда, потому что шаманизм распространен не только в арктических, в северных районах Сибири, он распространен по всей Сибири. Также есть и в Китае, есть элементы в Корее, в Японии и так далее. То есть там, конечно, не такой уже классический шаманизм, как мы привыкли думать, но все равно некоторые элементы шаманизма есть в традиции этих народов. То есть нельзя говорить об этом, что это связано с арктическим безумием. И на самом деле, как тоже я уже говорила на прошлой лекции, человек, живущий традиционной жизнью, он очень практичный. Вся культура традиционная, практичная. И также шаманизм. И люди прекрасно знали, когда кто-то страдал безумием, а когда у человека были просто способности, или он контактировал с духами. То есть это вписывалось в концепцию культуры, и все это было очень логично. Шаман, он не безумен, он впадает в транс, он его контролирует. Это самая главная черта шаманизма. Поэтому, да, для носителей европейской культуры это несколько странно. Хотя транс, я думаю, присутствует во всех культурах мира буквально с самого начала человечества. И он может по-разному просто проявляться. И поэтому шаман не может быть безумным, потому что люди не могут доверить судьбу своего рода безумному человеку. И люди прекрасно знали, когда кто-то был психически болен, и когда кто-то был здоров. Так вот, шаман должен быть целым, в смысле цельным человеком. Во всяком случае, в бурятской современной концепции, традиционного деревенского шаманизма, часто люди говорят, что если, например, шаман потеряет палец или какую-то часть тела, это значит, что это предупреждение от богов, что он что-то сделал не то. И это уже показатель того, что от него ушла сила. То есть не обязательно шамана будут убивать, это за какие-то уже такие серьезные проступки. Но он не должен быть, если чего-то не хватает, да, считается, что у шамана может не хватать костей. Потому что это в процессе становления шамана, вот этом сакральном, там, о чем я немножко позже расскажу, там тоже вынимаются несколько костей, они заменяются, например, тоже железными костями, или просто их нет. Вот если, но кости не видно, поэтому это как бы внутренние изменения шамана, а внешних изменений не должно быть. Может быть, чего-то больше, там, не знаю, больше пальцев, например, или, ну, вот какие-то такие аномальные вещи, но их должно быть больше, а не меньше. То есть шаман должен быть здоровым человеком. Как же происходит выбор шамана и кто может стать шаманом? В шаманизме сибирском практически во всем присутствует гендерное равенство, то есть шаманами могут быть и женщины, и шаманы. В традиции бурятского шаманизма шаман называется мужчина Бо, и считается, что он связан, возможно, происхождение этого названия, этого имени, связано с Буха, Буга, то есть олень, самец, там, морала, благородного оленя, то есть вот присутствуют такие черты как бы тотемного животного, потому что тоже считается, что шаман, путешествуя между мирами, он может путешествовать на своем бубне, который может, например, быть оленем. И часто как раз в алтайско-соянском шаманизме присутствует этот образ путешествия именно на олене или на лошади иногда. У монгольских народов лошадь становится более таким близким существом, чем олень. Но есть, конечно, в разных шаманизмах сибирских народов тоже есть образ путешествия шамана при помощи гагары, то есть или дух помощник шамана, он ныряет вниз или летит наверх, или шаман превращается в животных и тоже путешествует, ну, в смысле сакральный, то есть в том мире, в сакральном он превращается, путешествует, или использует бубен как вот своего, свое издовое животное. Существуют также образы таких солярных птиц, как орел, и, например, тоже сов, потому что они связаны с ночью, с нижним миром, но они также и связуют, то есть часто животное должно иметь три признака вот этих всех миров – верхнего, среднего и нижнего. И вот как раз образ гагары он очень хорошо показывает, потому что она и летает, и ныряет под воду. А как я говорила, часто вода – это как раз нижний мир. Поэтому вот даже здесь можно посмотреть на этом костюме дархатской шаманки. Это тоже, можно сказать, что более такая западная традиция, скорее алтайская традиция шаманизма, где именно шаманы украшают свои головные уборы перьями птиц. И обычно это перья или орла, или сов. Очень часто как раз у женщин это сова, потому что есть тоже легенды, говорящие о том, что орел – это, вот бурятская легенда, что орел – это хан, это покровитель, властитель всех птиц, а его жена – это сова, то есть главная птица ночью. Орел – главная птица днем, и солярная птица, и сова – это ночная птица, хозяйка всех птиц ночью. По-бурятски шаманка называется удаган или удган. И некоторые тоже исследователи считают, что происхождение названия связано с уд. Уд – это корень или очаг. Кстати, по-бурятски сам дар шаманский – это удха, то есть передается удха, это вот, можно сказать, что такой корень шаманский именно. И шаманка, вот, то есть связь с очагом считается, что некоторые ученые считают, что именно шаманка была первична, мужчина потом появился. И были, прежде всего, обряды, связанные с введением дома, с поддержанием огня, то есть это была такая жрица огня, можно сказать. Поэтому вот и название такое осталось. Мужчина считает, что тоже он был предводителем, таким военным, военачальником, и часто в битвах тоже участвовал. Кстати, в «Тайной истории монголов» тоже прописывается, описан хорошо такой соратник Чингисхана, шаман очень сильный. Он тоже участвует вот в этой жизни такой военной и в жизни государственной. То есть он был таким помощником, но потом слишком стал сильным, и Чингисхан приказал его устранить, что и было сделано. Вообще вопрос силы шаманов, он очень часто встречается в рассказах. И, в принципе, считается, то есть передача дара, она идет тоже по гендерному принципу. То есть если корень шаманский в семье связан с мужчиной, мужской шаманский корень, это будет передаваться по наследству. Причем редко, когда от отца к сыну, он немножко гуляет, этот корень, но главное, что это все остается в одном роду. То есть род мужчина разный. То есть, например, может быть, был дед, потом внук становится, или, например, будут прыгать по разным дяди, племянники. Но это будут обязательно мужчины. А женщины тоже по тому же принципу. И, в принципе, сила шаманов и шаманок, она не сказать, что там кто-то сильнее, кто-то слабее. Есть вопросы, в которых женщины лучше производят какие-то обряды. Но это, прежде всего, с плодородием, с деторождением, с очагом. То есть все равно вот эти сферы такие более женские, они считаются, что у шаманки они более успешные. У шамана это будут более такие мужские, может быть, тоже более глобальные. То есть, на самом деле, защитником рода является именно шаман-мужчина. Но почему тоже так случается? Женщина, она, этот дар, он всегда будет кочевать по разным родам. Потому что женщина, выходя замуж, она начинает входить в другой род, в род мужа. Ее внучки, дочеря и так далее, дочери и так далее, они тоже будут переходить все время в разные семьи. И этот дар будет все время путешествовать. Мужской всегда в своем роду остается. Поэтому вот он считается, что он защитник. И существуют такие рассказы, такие предания скорее старинные, уже записанные тогда, в 19-18 веке, со слов, что это когда-то давно было. То есть это скорее предания, что вот раньше настолько были сильные шаманы, что шаман, имея дочерей, иногда их приказывал умертвить. Потому что иногда этот дар мог перейти и на дочерей. И чтобы он не ушел в другой род, он убивал этих девочек. Не из-за жестокости, на самом деле, да, потому что мы можем подумать, о, какой ужас, отец убил своих дочерей. На самом деле это показывает, что насколько род важен. То есть иногда, нет, не иногда, всегда род более важен, чем даже свои дети. Если существует опасность, что сильный дар уйдет, то можно даже и пожертвовать своими дочерьми, как в этом случае. Как происходит выбор шамана? Значит, естественно, двух шаманов в одном роду, ну вот есть у них один корень, не может быть одновременно. Когда умирает Штар и Шаман, он становится сразу тоже духом-предком, да, то есть входит вот в число. Поэтому чем больше поколений шаманов неперерывных, тем сильнее следующий шаман, да, потому что у него еще один добавляется. И когда шаман умирает, уже все начинают наблюдать друг за другом, можно сказать, потому что есть некоторые дети предрасположенные, да, то есть, например, вот какой-то задумчивый ребенок, такой более эмоциональный, он может быть в будущем стать шаманом. Но это тоже не обязательно, потому что на самом деле выбор будет только зависеть от предков и богов. И когда шаман умирает, то начинают люди наблюдать. Не обязательно это тоже может быть молодой ребенок, то есть это не так, что ребенок, вот шаман умер, мы ждем, следующий родился, и вот, наверное, вот он себя ведет по-другому, вот, наверное, мы его будем растить как шамана. Нет, это не так действует, здесь не вопрос возраста, а вопрос тоже каких-то и личных качеств и того, какой человек, потому что на самом деле быть шаманом очень-очень сложно. И люди наблюдают, и если вдруг кто-то становится более задумчивый, какой-то более меланхолийный, начинает уходить в лес, или какая-то у кого-то появляется вдруг странная болезнь, вот тоже мне рассказывала одна шаманка, что перед тем, как она стала шаманкой, ее разбил паралич. По всем врачам ходят, ну, ходят, то есть, скорее к ней приходят врачи, никто не может ничего сказать. И потом вот выяснилось, что это было начало вот этой шаманской болезни. Но на самом деле это всегда такое страдание, то есть болезнь шаманская, вот когда начинают духи приходить, это начинается шаманская болезнь, и это всегда тоже очень мучительно. То есть сложно, и действительно, они пьют не только в таком случае от дничьего делания или просто от алкоголизма, а просто чтобы хоть отдохнуть. Это действительно сложно. И здесь можно тоже еще раз сказать о том, о чем я тоже говорила в прошлой лекции, что многим носителям европейской культуры кажется, что шаманизм – это что-то вообще классное, что вот я там сейчас поеду на Ольхон, поучусь у шамана, да, то есть вот опять Кастанеда, да, его тоже там учили, как, не знаю, с животными разговаривать, путешествовать. Вот это все у нас, к сожалению, образ шаманизма, он создан на самом деле Кастанедой. И поэтому нормальный никакой, ни один носитель культуры, они всегда мне говорят, я вообще удивляюсь, это насколько надо быть ненормальным человеком, чтобы стремиться быть шаманом, потому что шаман – это очень сложная работа. Это сложное в психологическом смысле, потому что ты должен всегда помогать. Это не просто ты открываешь самого себя, да, то есть многие думают, что шаманизм – это вот открытие самого себя, да, начать себе с собой общаться. Это не так, потому что кто-то сверху решает, что ты будешь шаманом. И мало того, чтобы вот болезнь идет, само становление шамана, о котором я сейчас расскажу, тоже очень, я бы даже сказала, жестокое. И это тоже вот обряд инициации шамана, он очень сложен, и в принципе тоже шамана готовит к этому будущего, потому что не каждый тоже человек может это выдержать. Да, это все происходит в сакранном мире, но дело в том, что если вы носитель этой культуры, вы действительно в это верите. И надо думать, это вот опять у нас атеистическая пропаганда, да, что шаман в это все не верил, да, и он только этим темным людям говорил, что так. Нет, это все вписывалось в рамки культуры. И действительно есть разные вещи сакральные в разных религиях, которые нам кажутся совершенно нормальными, а на самом деле они могут быть совершенно другими для, например, носителей культуры сибирских народов. И, наверное, уже надо сказать, как происходит само становление шамана, то есть до этого шаманская болезнь, и она может длиться разное время, от года до трех или до пяти, до семи, до девяти даже, да, вот, ну, обычно где-то год-три длится. И потом наступает само становление, да, инициация шамана. Оно очень хорошо описано у якутов, да, вот такой исследователь Сирошевский прекрасно это описывал. Можно даже посмотреть его подробные записи, как это выглядело, но это, естественно, со слов шамана тоже, то есть что шаман тогда чувствует. И выглядит это примерно так. Когда уже приходит время инициации, шаман обычно уходит в лес, вот это первая сакральная инициация его внутренняя, и что там происходит? Значит, приходят духи, которые из человека делают шамана. То есть шаман – это уже не человек. Даже говорится, чтобы человек появился, должен, чтобы шаман появился, должен умереть человек. И действительно можно сказать, что так происходит. Его в том мире, да, в такой самой вот брутальной, наверное, жестокой форме разрывают на куски. Мясо шамана раскидывается на дороге, по которым ходят духи болезней. И считается, что те духи болезней, которые попробуют мясо человека, вот шамана, он потом над ними будет иметь власть. Но он за всем этим наблюдает, потому что до этого ему голову отрубают, ставят как раз около, в этом тоже участвуют боги-кузнецы, потому что они куют новое тело шамана. Голова стоит, смотрит, наблюдает за всем этим, как тело разрывается. Потом божество-кузнец может, например, часть костей забрать, выковать новые, добавить. Но это все внутренне, да, я говорила, что внешне шаман не должен отличаться от других людей. В конце концов вынимаются глаза шамана, да, бывает и череп варится, то есть голова варится в котле, там бывают разные, разные вот эти переживания. Чем шаман сильнее, тем у него инициация вот в том мире, она более жестокая, и он очень это сильно переживает. И вставляются новые глаза, да, то есть в принципе из человеческого тела, да, потом духи, которые попробовали, они выплевывают мясо, на уже на новый костяк, который сделал божество-кузнец, и возвращается тело, да, то есть оно пережевано духами болезней, кости переделаны, они разобраны и собраны заново божеством. То есть в принципе от человека ничего не остается. Это новое существо. И почему? Вот очень многие, тоже я со многими разговаривала людьми, которые говорят, что это самое худшее вообще, такая бремя, ноша быть шаманом. И почему тоже люди так, с таким уважением относились к шаманам? Это не только вопрос то, что они всегда защитят свой род, да, от болезней. Раньше еще, ну сейчас это главная функция осталась, да, защита от болезней, психолог тоже, шаман это прекрасный психолог. А раньше шаманы и провожали души умерших в тот мир, чтобы они не заблудили, чтобы их кто-то там тоже какая-то злой демон их не сожрал по дороге. То есть у него было очень много функций, и, ну конечно, он тоже посредник, он общается с богами. То есть он никогда, шаман не может вообще сделать ничего для себя. Считается, что он может сделать для всех, но для себя он никогда не сможет. То есть не надо думать, что шаман, он всегда счастлив, не знаю, в любви, у него полно денег, и вообще у него есть все, что он только не захочет, потому что он делает магию, и все происходит. Нет, это не так. Это тяжелая работа, и люди об этом знают. Шаман, чтобы войти в другой мир, он должен умереть, потому что то, что здесь живое, в том мире мертвое. Без разницы, богов это высший мир или нижний мир. То есть мы не можем, мы живые люди, не можем попасть в мир богов, и наоборот, мертвые не могут прийти сюда. Ну, кроме каких-то там случаев, да. Но, в принципе, большинство людей обычных не может. И шаман, путешествуя между мирами, он, есть такие моменты во время обряда, когда он просто показывает, что он умирает. И, как мне тоже говорят многие шаманы, это очень тяжело психологически, потому что они действительно в это верят. И вот, когда происходит обряд инициации, даже настолько шаманы в это верили, настолько переживали, что говорилось о том, что кровь проступает по телу. То есть они настолько уверены в том, что их тело разрывают, что действительно появляется кровь. Ну, возможности нашего тела до сих пор, наверное, еще не всеми изучены. Вот были такие записи именно ученых, что до того доходят. И вот после того, как шаман проходит этот, на самом деле, жестокое, ужасное обряд инициации, то есть его готовят, чтобы он это пережил. Потому что, я думаю, что если бы нам такое пришлось пережить, то мало бы кто из нас это выдержал. И после этого шаман должен пройти, такой сделать первый обряд, собираются все люди. То есть не только боги его оценят, но еще будут оценивать соплеменники. И они проверяют, как он будет проводить первый обряд. То есть если тоже какие-то ошибки, выходит, что божества ему не помогают, и он начинает ошибаться. Вот, поэтому судьба шамана, она довольно-таки тяжелая. Это постоянно во время таких больших обрядов. То есть не каждый раз, когда люди приходят к шаману, бывает, что он может просто, если это что-то по мелочи, он может духов спросить, предков. Ему не надо обязательно к амлате входить в состояние транса. Но если он входит в состояние транса, путешествует, то ему приходится умирать, потому что он не может войти в другой мир без смерти. И думаю, что это очень сложно психологически. И поэтому все, большинство бурят, говорят, ну как европейцы, как они хотят вообще, они даже не представляют, что это. Мало того, бывает так, что люди не хотят принимать дар, и за это тоже будет наказание. То есть или какая-то болезнь, бывают болезни родственников, и даже бывает смерти родственников, пока человек не примет, или пока не выбьет весь род. Но это, конечно, редко случается. В советские времена тоже, а мне всегда об этом говорят, что духи, они не глупые. В советские времена не требовалось это. Но когда уже можно спокойно комать, можно быть шаманом, и человек отказывается, это его даже обязанность. Если его выбрали предки рода, он несет ответственность за род, который сейчас, за своих потомков, потому что когда-то он станет духом. И он просто должен это принять, потому что это его тяжелая работа. У большинства сибирских народов, и в том числе у бурят, быть шаманом – это большая ответственность. Это даже не выбор человека, это выбор других существ, именно прошлых людей, которых шли предков. И это ответственность перед всеми, и перед предками, и перед живущими, и перед следующими поколениями. Это тяжелая работа, и поэтому шаманы и так почитаются среди всех сибирских народов, иметь такое важное значение.